Результаты общественного мониторинга сегодня озвучили на коллеге Краевого управления МВД. Там обозначили и основные направления работы в нынешнем году. В 2017 году нам следует сконцентрировать усилия на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, а также против личной и мущественной безопасности граждан. Особое внимание необходимо обратить на предупреждение раскрытия краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий, в том числе среди средств мобильной связи и сети интернет. Правоохранителям придется усилить работу и в борьбе с коррупцией. Об этом в своем выступлении сказал губернатор края. Вениамин Кондратьев подчеркнул, подобные преступления бьют по экономике региона и портят его инвестиционный климат. Что касается преступлений коррупционной направленности, коллеги, здесь их мало выявлять. Нужно сделать так, чтобы любое выявленное преступление доходило до логического завершения. То есть тот, кто виновен в коррупционной схеме, должен однозначно сесть на скамью подсудимых и отправиться в места не столь отдаленные. Вот здесь это очень важно. Если будет неотвратимость наказания за коррупционные составляющие, то на самом деле я уверен, мы это зло сможем победить. Подобную работу необходимо проводить совместно, в том числе и на законодательном уровне, считает председатель Кубанского парламента Владимир Бикетов. На заседании обсудили и то, как повысить безопасность на дорогах. Только в прошлом году в авариях погибло почти тысячи человек. Нарушителей правил дорожного движения нужно наказывать жестко, призвал автоинспекторов глава региона. Невзирая ни на какие корочки в кармане, невзирая на должностное положение, то есть он должен также нести ответственность за нарушение правил дорожного движения. А когда демонстративно он показывает корочки и уезжает на глазах у многочисленных других водителей, тогда призвать к тому, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, невозможно будет. Коллеги, мы все живем в реальном обществе. Фраза «у людей рука руку моет» вот здесь должна остаться в прошлом. Мы должны понимать, что если мы хотим жить безопасно, на самом деле мы, дети наши, то надо абсолютно делать безопасность в станице, в районе, в городе, безопасность в крае. Тогда это будет и личная безопасность. В целом, по итогам прошлого года, кубанскими полицейскими раскрыто больше 37 тысяч преступлений, в том числе и в общественных местах. Их количество снизилось на 11%. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ».